Южно-Калифорнийский институт архитектуры Несколько больше, чем я предполагал Профессор Том Уиском и его студенты замыслили украсить здание Альма-Матер Гигантское украшение почти готово, его уже воплотили в пенопласте На следующем этапе конструкцию обклеют стекловолокном Когда корка застынет, пенопласт удалят Мы растворим пенопласт специальными реактивами, он станет жидким и просто вытечет Прежде чем взяться за такую работу, студенты должны были точно рассчитать и смоделировать конструкцию Чтобы не разломилась под тяжестью собственного веса и была гармоничной Ну вот здесь выходит какая-то форма В трехмерном виде макет украшения нарисовали на компьютере, а затем распечатали на 3D-принтере Эта установка буквально выращивает любую задумку из крахмала и клея При желании может даже раскрасить макет Чтобы увидеть этот процесс, нужно оставить камеру рядом с принтером на час-другой А потом прокрутить запись в ускоренном режиме Принцип работы 3D-принтера довольно прост Он начинает создавать модель снизу Машина насыпает тонкий слой крахмала и проклеивает этот срез в нужных местах Затем следующий слой, снова проклейка И так слой за слоем, до самого верха В конце остается только очистить распечатку от излишков крахмала И тем не менее, существующих инструментов для моделирования архитекторам не хватает Пытаются изобретать новые и даже привлекать к сотрудничеству роботов Инженер Ричард Торски крепит пенопластовую заготовку в железной руке робота Другая рука оснащена стальной струной Она хорошо натянута и может сильно нагреваться В то время как одна рука робота режет поверхность, другая способна вращать заготовку Вместе они могут делать очень сложные формы Действие обоих рук согласует компьютер В него закладывается нужная форма Машина отдает команду роботу и тот начинает резать Вручную макет такой сложной конфигурации вырезать невозможно Робот свободно работает в шести плоскостях Обычно у нас три оси X, Y, Z Но эта рука способна их еще и поворачивать как угодно Мы получаем уникальные формы, которые невозможно получить на обычных устройствах Роботы помогают воплощать в пенопласте самые смелые задумки дизайнеров и архитекторов В результате в руках оказывается то, что до этого можно было только видеть в компьютерных 3D-программах И это еще один способ сделать 3D-мир осязаемым Вы можете взять это в руки и посмотреть Отдельные участки можно оцифровать и снова поместить в компьютер Поработать со своей идеей на нем А потом опять воспроизвести ее в пенопласте То есть появляется реальная связь между компьютерным моделированием и физическим миром, который до этого не было Молодые архитекторы пробуют привлекать таких роботов и к поиску новых дизайнерских решений Можно, например, дать в их железные руки несколько пластичных жгутов И попробовать все это покрутить Так и эдак Ну, как-то вот так В процессе такого эксперимента можно увидеть вдруг новую дизайнерскую идею Причем в объеме и такую, какую не способна нарисовать никакая фантазия Мы можем сначала скрутить конструкцию, а потом сжать ее Получаются такие вот причудливые своды, которые нам очень интересны, как дизайнерам Вот пример дизайнерской разработки, в которой поучаствовали и студенты, и роботы Сегодня это фильмы, а завтра формы, которые, возможно, будут определять архитектурные стили 3D-технологии, они у всех на слуху и ассоциируются главным образом с кино и компьютерными играми Однако уже сегодня трехмерное моделирование начинает вырастать в нечто большее Наука, медицина, архитектура обнаружили в 3D новый исследовательский инструмент Уже завтра он, возможно, заменит учебники, микроскопы, позволит ученым видеть и даже чувствовать объект исследования на расстоянии Как далеко уйдут эти технологии и как иллюзорный трехмерный мир изменит мир настоящий – вопрос времени